Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье и со мной историк-политтехнолог Давид Эдельман. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в государстве Израиль принят бюджет, а это означает, что нынешнее правительство, правительство перемен, правительство в эффективности функционирования, вообще в жизнеспособности которого очень-очень сильно все сомневались, останется на какое-то время, а может быть и доработает до окончания своей каденции, что бывает в Израиле крайне редко. И теперь пришло время немножечко оглянуться по сторонам и посмотреть, что же происходило, что же происходит в бывшей правящей партии Ликут и попытаться разобраться в причинах того, что произошло. Почему основные соперники, основные противники Бениамина Тантиньяу, бывшего премьер-министра, который много лет управлял нашей страной, они, собственно, все его, можно даже назвать это врагами, все его враги, происходят из его ближайшего окружения? По поводу бюджета я просто хочу сказать, что бюджет, который проведен и воспринимается как чудо, хотя бюджет вполне нормальная вещь, когда в государстве есть бюджет, да? Он просто у нас в предыдущем... Ненормальное государство. Да, у нас в предыдущем принимался больше, чем 3,5 года назад. Точнее, не принимался. Нет, принимался предыдущий 3,5 года назад. А, последний раз был принят бюджет, а потом 3,5 года он не принимался. Да, 2 года мы жили вообще без бюджета, и поэтому вот то, что сейчас отцоверено, все воспринимают как чудо, и они понимают, кого же за это было благодарить, и там ходят, и смотрят. Нет, ну благодарить надо Всевышнего, это однозначно, в любой ситуации. Ну, понятно. В партии НДИ считают, что у него есть имя. Немного другое, да. Я думаю, не только в этой, в любой партии считают, что есть имя. Да, но... В партии Ликут таким именем было имя Беньямин. Да, но, что действительно очень интересная вещь, а происходило, ну вообще-то все считали, что вот когда возникло это правительство, что оно, Натаньяк уже всех уверял, что оно пойдет в ближайшее время, то есть буквально вопрос, ну если не дней, то не дней. И вообще все мировые лидеры, они настолько привыкли, настолько уважают Беньямин и Натаньяу, что они просто с кем другим разговаривать не будут. Они вообще ни с кем не будут разговаривать, и вообще когда там Байден встречается с Беннетом, а потом Путин встречается с Беннетом, вернее Путин встречается с Элькиным, который переводил до этого... Который привез с собой, привез с собой в этот раз Беннета, обычно привозил Натаньяу. Да, то это, это Натаньяга воспринимает это как... Приглашает Беннета в свои личные апартаменты на стакан виски, то чего не было никогда. Не, ну там вообще произошло, что Беннет прибыл, и в отличие от Натаньягу, который ждал по три с половиной часа Путина, Путин очень любил опаздываться, Путин прибыл вовремя, это вообще такое огромное уважение. Вторая вещь, когда Путин не просто прибыл вовремя, там беседа продолжилась больше, чем запланирована, намного, так что им пришлось остаться на субботу в Сочи, потом виски и все остальное. Ну то есть это было видно уважение, и опять-таки для Натаньяга это все личное оскорбление. Но мы в данном случае говорим о другом, мы говорим о том, ну вот как так случилось. Обратите внимание, вот кто главные фигуры этой коалиции, этой коалиции перемен, правительства перемен, перемен, которые вот в этот раз дали бой Натаньягу по этому вопросу бюджета и смогли победить его. Нафтали Беннет и Агелет Шакет, премьер-министр и министр Натаньягу, оба руководили канцелярией Бенемина Натаньягу, когда он был второй раз во главе оппозиции. И оба слетели прежде всего потому, что не смогли найти общего языка не с Бенемином Натаньягу, а с его женой. Да, то есть с Натаньягу у них были, как они сами говорили, достаточно хорошие конструктивные отношения. А люди, которые работали с Беннетом и Натаньягу, говорили, что Натаньягу вообще очень, это человек, который не бюрократ. Ну то есть он, когда мы говорим, что у Натаньягу есть очень хороший талант, он очень талантливый человек, у него есть очень большой талант шоумена. Особенно шоумена-разжигателя, который может разжечь одних против других и получить с этого электоральную прибыль. Да, это никто не будет спорить. Более того, у Натаньягу надо учиться во многих местах, его именно таким пиаровским талантом. То есть если бы у Беннет такое получалось, то у него был бы совершенно другой рейтинг. Но у Натаньягу нет другого таланта. И это всегда кто-то делал за него. И вот этот кто-то сегодня с противоположной стороны. У него нету таланта вот этого бюрократа, который там подготовить бумагу, пропустить бумагу, собрать коалицию, договориться с группой, не перессорить всех со всеми, управлять этой группой, вести куда-то, провести принятие решения, подготовить. Ведь любое решение в политике, это же, оно не просто так вот, мы решили, пошли, проголосовали. Любое решение, оно там 150 телефонных звонков, еще какое-то количество встреч, какое-то там много-много литра выпитого кофе и так далее. Это выпуск разных баллонов в прессу, когда смотрят на реакцию. И только потом это понимается, вот этого у Натаньягу нету вообще, как управления. Все выше этого. Нет, он не управленец, точка. Он великолепный шоумен, но он не управленец. Управленцами при нем всегда были другие люди. И вот это Натали Беннетт, Айерет Шакет, которые руководили его канцелярией вдвоем. А это Гидеон Сар, который был секретарем правительства, в некоторой политике Кликуда, секретарем правящего, руководителем правящего коалиции. Это человек, который умеет вот это делать, там заводить на комиссию, выводить с комиссии, добавлять на голосование, убирать с голосования. Русское называется «разводить». Да, это вот именно Зейд Вельхин, который был, опять-таки, руководителем правящей коалиции с 2009 по 2013 год, и был наиболее жестким руководителем коалиции за всю историю КНСК, как говорят. Ну, это не всегда комплимент. Потому что это требует очень много антидемократических вещей в поведении, что называется. И, опять-таки, Разводилова, он был таким вот евреем при Натаньягу, евреем при губернаторе. Ученым, евреем при губернаторе. Ученым. Да, евреем при губернаторе, который вот делал все эти вот шахермахеры и то, что Рабин когда-то сказал, что в любой коалиции есть своя гоалиция, соединение двух слов, коалиция и гоальнефиш, мерзость. Вот этими всякими мезопакостными делами во многом занимался Элькин. И, наконец, там еще Ганс, это любимый генерал Натаньягу, которого он вытащил потом и назначил начальником генштаба, хотя остальные были против, в том числе и в армии, и в министерстве обороны. Потом был его сменным премьер-министром. И, наконец, человек, о котором с 80-х годов говорили, что он кингмейкер Натаньягу, он делатель короля. Это Виктор Либерман. Человек, который, собственно говоря, взял его как проект еще в конце 80-х годов, который в 93-м году стал гендиректором Ликуда, а в 96-м году стал гендиректором министерства правительства. Я хорошо помню пресса того времени, которая говорила о том, что, в принципе, страной управляет Либерман, а Натаньягу – это фигура для телевизионных шоу, да? А вот все они оказались сегодня с другой стороны. Что это говорит о Натаньягу? С одной стороны, одну хорошую вещь. Натаньягу в прежние годы умел находить дельных людей и окружать себя такими людьми. То есть он знал, что лично ему не хватает. И искал себе дополнения. И искал людей, которые будут вместо него заниматься портянками, носками, долгими беседами с кем-то, сколачиванием коалиции, проведением решений и так далее. Это достаточно положительная вещь. Если ты не умеешь это делать, найди того, кто умеет. Но это говорит и вторую вещь, отрицательную вещь. Это то, что Натаньягу со всеми этими людьми умудрился перессориться. И сегодня таких людей около него нет. Вопрос теперь. А почему он умудрился перессориться? Ну, первое предположение я высказал несколько минут назад. Что в основном-то начинали ссориться не Натаньягу, а его супруга. По крайней мере, Беннета и Айели Чакет, извините за такое вульгарное слово, схорчивая именно она. Окей. Супруга, да. Но тут вопрос. Супруга не имеет никаких формальных постов в израильском государстве. Ей не нужны формальные посты. Окей. А также, как при другом раскладе Биби все-таки мог как-то ее сдерживать. Ну и, понятное дело, никогда бы не дал своему сыну Иеру согнуть его с таким количеством людей, как согнуть он сегодня. Опять-таки. Так что же произошло с Натаньягу? Почему Натаньягу, во-первых, не может находить таких людей, во-вторых, перессориться со всеми? Вот это произошло то, что человек, слишком долго находящийся в власти, которому раз за разом фортит на выборах, да, ну то есть удается победить, он начинает верить, что он действительно солнце. То есть человек бронзовеет. Да. А ему больше никто не нужен. Вообще он солнцеликий, он солнцеподобный. И самое главное, и так сойдет. People и так схавает. А что стараться, зачем это нужно? People и так схавает. Раньше же хавал, значит и сейчас схавает. И поэтому Биби мог себе позволить переругаться со всеми сильными своими сподвижниками, дельными людьми в своем окружении. И окружить себя людьми, ну, третисортными, которые очень хорошо умеют, ну, как бы это сказать, петь осану и лизать определенные места. Вот типа Мили Региев, Амсали, Битан, там еще целый ряд. Это сегодня люди, которые окружают Биби, которые ассоциируют с партией Легуд. А идет обсуждение бюджета, с одной стороны, я не знаю, выступают люди, которые, в принципе, могут говорить цифрами, там, допустим, как Алекс Кушнир. Которую можно как угодно относиться к нему, к его характеру, к чему угодно. Ну, ты понимаешь, что Алекс, в принципе, теми, он понимает, он говорит цифрами. А с другой стороны, это вот пасть Амсалима, который вот открывает и там выдает шут на гора. Или как там был замечательный депутат, который принес игрушечную кошку. Да, это от партии США. И мяукал, но тоже. Да, он решил помяукать, пожаловаться на судьбу, злые люди доброй киске не дают украсть сосиски, а ведь раньше давали. Раньше-то давали. Это, честно говоря, и сейчас дают. Окей, но вопрос, вот этот бюджет, это была такая игра в покер. И тут был вопрос, одни играют более системно, и кто более терпелив, и кто более... И в этом отношении Натаньяго выяснилось, что он совсем никакой, как депутат. Его переиграли, но... Тут еще одна вещь. То есть не было разводящего, который сможет... Да, и у него не нашлось людей, которые могли бы сейчас это сыграть, а у него ведь самая большая партия в Кнессете. Что они даже не пытались, только орали, как потерпевшие, и все. Да, они просто истерили. Причем своей истерикой они путали своих. Натаньяго, он проголосовал несколько раз не так, потому что Мир и Регев с друзьями решили путать оппозицию. Они кричали, когда нужно было голосовать против. Я за, я за, чтобы люди слышали, что Регев за коалиция, и голосовали против. А против голосовал Натаньяго, который не понимал, что происходит. Так вот, они умудрились запутать не о коалиции, они запутали своего вождя. Но, почему эти люди умудряются сегодня обыгрывать Биби на поле Кнессета, правительственном поле, ну просто со страшной силой. То есть, как шоумен, он по-прежнему гораздо сильнее их. И речи он хорошо толкает, правда, это совершенно уже непонятно, когда он там обвиняет. То есть, раньше, там, года три назад было понятно. У нас есть правые, Натаньяго и компания, есть крайне правые. Крайне правые это Беннет, Шакет, Либерман, Элькин, Гидеон, Сар. Это крайне правые, они более правые, чем Натаньяго. Сегодня у нас ситуация, когда правые нападают на крайних правых и называют их ультралевыми, проарабскими и так далее. У среднего израильского обывателя вообще уже не понимает, о чем, что, почему. Да вообще, эти ярлыки право и лево, они уже такие стали смешнее. Да, то есть, это уже как-то... Но, почему этим людям удается выигрывать? Вот главный вопрос. Пока удается. Пока удается. И тут можно ответить. Дело в том, что вот когда-то в России уничтожили волков. И, понятное дело, там была экологическая катастрофа, был падеж скота, потому что волк, санитарь леса и все остальное. Но ниша волков, она не осталась свободной. Ее очень быстро заполнили одетявшие псы, убежавшие собаки. И вот они очень быстро заполнив эту нишу, они оказались для людей гораздо страшнее, чем прошлые волки. В чем, они еще вдобавок и волков истребляли, эти собаки. Да, они оказались гораздо страшнее. Почему? Потому что они знали людей. Знали их повадки. Они знали повадки. Они не боялись красных флажков. Они не боялись огня. Они не боялись труб. И они вообще знали, с какой стороны нападать на человека. И для того, чтобы справиться с ними, людям пришлось возить волков в невероятных количествах, чтобы справиться с собаками. Так вот, то, что сделал Натаньягу, Натаньягу, сделал секшен антидемократическую вещь. Все 12 лет своего правления он систематически, преднамеренно, а вещами, которые можно назвать провокационными, подстрекательскими, уничтожал израильскую оппозицию. То есть, уничтожал волков, санитаров леса. Да, он уничтожал волков, которые могли ему противостоять. И в результате он оказался в той ситуации, когда его победили свои. Просто свои, которых он обидел. И в этой ситуации они его победили, и они его продолжают побеждать, и будут побеждать. И я думаю, что Натаньягу сегодня сам понимает, что главная его ошибка за два с половиной года последних, это день, когда он пособился с Либерманом. Ну, то есть, своим главным союзником, позвал его Левом и всем остальным, и решил, что он как шоумен сможет затопить Либермана. Сегодня мы выясняем, что он не затопил, а наоборот, сделал Либермана архитектором нынешней коалиции. И, в принципе, главным управителем и в финансовой сфере, и не только. Ну что ж, наверное, он плохо читал в детстве Киплинга, и не только в детстве. Там как раз все это очень хорошо описывается. Давид Эдельман, политтехнолог, историк, спасибо большое. Дорогие друзья, программа «Тема дня» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.